Предлог. Это служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении. Слова, которые вы сейчас видите, пока что никак между собой не связаны. Но если мы используем предлог «о» и поставим существительное «друг» в форму предложного падежа, получится словосочетание «вспомнить о друге». Зависимость одного слова от другого можно показать и без использования предлога, только с помощью нужной падежной формы. Однако именно предлоги позволяют выразить различные по смыслу отношения, например, причинные отношения. Некоторые предлоги однозначные, так предлог «к» всегда обозначает место и употребляется с формой дательного падежа существительного. Другие предлоги многозначные, то есть могут употребляться с различными падежами в разном значении. К примеру, предлог «под» с винительным падежом может обозначать время, а створительным – причину. Запомните многозначный предлог «по». Если он обозначает время, то есть совпадает по значению с предлогом «после», то использовать его надо с предложным падежом.